Снова здравствуйте! Мы с вами находимся в подделе детской мебели в магазине Икея Нижний Новгород. По вашей просьбе мы подготовили обзор по детским кроватям. К сожалению, сейчас в Икеа не так много детских кроватей, которые мы хотели бы вам показать. Для деток, начиная с года, когда они переходят с грудничковой кровати в обычную, фактически только 1, 2, 3, 4 варианта. Пропали кровати полностью подросткового сегмента, 70 на 160, остались только раздвижные. Что значит раздвижная кровать? Это минимальный размер 1,30 м, когда ребенок с грудничковой кроватки 1,20 м переходит, потом раздвигается на 1,60 м, и на полную раскладку получается 2-метровая кровать. Ну, что рассказывать, давайте я вам сейчас покажу и параллельно расскажу. Так, давайте по ходу, да, как они стоят. Первая кроватка. Кровать Лексквик, цвет морилка Антик, есть еще белая. Кровать из массива, раздвигается на 2 метра, ширина 80 см. В принципе, я вам говорила, да, то есть какие параметры у раздвижных кроватей. Теперь давайте смотреть ее более детально. У кровати вот такие вот декоративные, как их назвать, шапочки. Кто-то любит их, кто-то не любит, кто-то принципиально не берет эту кровать из-за вот этих штучек, даже спиливают. Кому-то наоборот нравится. Вот сейчас кроватка на 1,30 м сделана. И сразу хочу отметить такой нюанс. Все-таки у нее не очень высокий бортик. Если ребенок крутится, вертится, активный, то есть риск свалиться. Но даже когда дитё активное, вот эти бортики защищают. То есть ребенок крутится, он падает не целиком сюда, а съезжает, получается, только ножки. И избегает, ну как бы избегает сразу такой проблемы, как упал ребенок, ударился головой. Голова остается на подушке, попу с ножками съехали. Это уже не так страшно. Так, давайте поднимем матрас и покажу, что внутри. Речное дно, стандартное икеевское, 80 на 2. Речное дно лурой, другое сюда просто не подходит. И сейчас с другой стороны покажу нюанс, как это выглядит. То есть ничего не отрезается. Вы просто речное дно скучиваете, чтобы получилось 1,30 м. Разъединяете в длину, как надо. Смотрите, кроватка из массива. Соответственно, вот такие вот сучки, вклеечки, все это будет. Это дерево. Покрытое морилкой, значит, все-таки покрытое только цветом. То есть учитывайте, что это не цельной кусок дерева, это большое количество склеек. Хоть многие и жалуются, что там речное дно ломается. Ребята, я считаю, что кровать не предназначена для детских прыжков. Это не то место, где нужно прыгать. Это место, где нужно сидеть, спать. Не надо думать, что я зануда. У нас очень активный младший ребенок, который скачет и прыгает по другой раздвижной икеевской кровати. Так, пойдемте покажем лексквик белую. Вот это уже на 1,60 м. То есть это уже такой более подростковый вариант. Вот они шайбочки. Белая. Смотрите, сразу покажу. Здесь это видно хорошо. Вот такие сколы в процессе эксплуатации спокойно появляются на кровати. Массив сосны нежный, мягкий и легко бьется. Так, высота под кроватью обычно 17-18 см. То есть сюда можно спокойно любой прикроватный ящик икеевский поставить для хранения чего-либо. Так, ножки. Крепежи все гладкие, то есть нет никаких острых выступов и нет риска, что ребенок зацепится, ударится об этом. Это тоже плюс, но все думают, что икея просто... Ну, безопасность детей превыше всего. Потом уже все остальное. Такие вот декоративные вырезы. Ну, в принципе, я не могу сказать, что кровать плохая, хорошая. Она обычная, нормальная. За массив сосны адекватные деньги. С учетом того, что это раздвижной механизм, и ребенку, начиная с двух лет до взрослой жизни, вполне ее хватит. Вы видели маленький вариант. Покажи еще раз, пожалуйста, просто общий план. Маленький вариант для маленького ребенка и уже более взрослый. То есть спокойно, мне кажется, мальчик и девочка будет спать на такой кровати. Она универсальная. У нее нет такой выраженной девочковости и выраженной мальчика. Выражено, что кроватка строго для мальчика. По бортикам нюанс есть, да. То есть это все-таки учитывайте. Многие, когда ребятишки маленькие, любят подкладывать какой-то валик, подушечку, любят просто ставить стульчик, чтобы именно вот это пространство ребенок не заваливался. Но массив дерева чем приятен? Когда вы спите, вы не с холодным соприкасаетесь. То есть все-таки дерево более теплое, отдает тепло, набирает его. Поэтому по комфортности она вот приятная. Так, следующая кроватка. Это кроватка Сундвик. У Сундвик есть целая серия. Есть стульчик, столик. Ваньше были шкафчики, сейчас, увы, только вот то, что есть. Сама кровать, каркас кроватки стоит 9 тысяч. Вот сюда дополнено речным дном. И матрас. Кстати, матрасы у раздвижных кроватей идут из трех частей. Сначала кусок метр тридцать, как вот в этой кровати лестник лежит. И два кусочка по краям. Сейчас я вам покажу на примере вот этой кровати. Так, здесь полок. Ну, здесь много чего напихано. Кроватка тоже из массива. Чем отличается от лески? Ну, в принципе, только дизайном. Она более такая вот прямая. Углы, кстати, есть, но они закруглены. То есть риск, опять же, удариться минимальный по этому поводу. Вот бортик. Нет уже никаких выступов, выпилов. Нет вот этих шайбочек. Почему-то наши клиенты в нашем городе предпочитают сюнфиг больше. Считается, что она более универсальна. Подойдет и мальчику, и девочке. И даже более взрослый подросток спокойно будет спать на этой кровати. Она как бы вот, ну, вне пола, да, и вне возраста. Так, вот деталька матраса. То есть матрасик будет из трех частичек. Вот одна частичка. Но здесь, ребят, матрас не бюджетный. Матрас здесь за 8 тысяч. Поэтому у бюджетных матрасиков такого нет. То есть нет такой липучки, чтобы можно было соединить. У нас кровать давно. Мы покупали еще старшей дочери. У нас раздвижная мина железная. Сейчас мы до нее дойдем. И тогда у матрасов такого функционала не было. Здесь матрас с хорошим пенополиуретаном. Поэтому если вы покупаете кровать не на год, не на два, на длительный срок, все-таки позаботьтесь об этом, чтобы у ребенка было комфортное спальное место. Ребят, если вы покупаете маленькому ребенку данную кровать, и хотите, чтобы она прослужила долго, защитите матрас водоотталкивающим матрасником. Проблема решена будет. Матрас сохранится. То есть у вас получится покупка более окупаемая. Когда вы, допустим, вот сейчас эта кровать с дорогим матрасом стоит. Общий ценник у нее сейчас скажу. Покажи, пожалуйста. Грубо, 18 тысяч, да, с учетом речного дна. Если вы покупаете кровать, допустим, ребенку в два года, и он вас проспит лет до 12 в день, вполне, то есть это нормально. У нас кроватка Миннон, мы ее покупали лет 6 назад. Ничего ей не случилось, спала старше, сейчас младше, и бог знает, сколько на ней спать еще будет. То есть инвестиция такая длительная и адекватная. За эти деньги кровать в других местах, чтобы они столько сложили, не купить. Ни у кого еще у нас, кстати, у клиентов, сколько мы возим, ни одна кровать не развалилась. Единственное что, если вы вдруг переезжаете, переставляете, и вы, не дай бог, потеряли крепежи, друзья мои, найти их сложно. У Икеи их отдельно нет. В библиотечке запасных частей найти шурупы от целой кровати просто нереально. И вам придется, грубо скажу, колхозить, придумывать что-то самим, чтобы собрать кровать. Пойдемте покажу белую кроватку Сундвик. Вот здесь она на метр тридцать. Вот эти. Видно? Так как это тоже массив дерева, то есть все вот это коцается. Но, то есть может погрызть детеныш, да? Сучки видно. Опять же, можно зашкурить и закрасить заново. Такой опыт у наших клиентов есть. Вот сам бортик. То есть бортик у этой кровати все-таки повыше. Ну, грубо, две моих руки. Вот, как бы вот сюда. То есть если вы матрас не сильно толстый берете, то у вас ребенок все-таки защищен бортиком, получается. Здесь подушка у нас же головой не вывалится. Ну, то же самое, как я вам, например, Лексика говорила. Так, наша красотка Мина. Мы ее очень любим. Вот здесь она выглядит... Не выглядит здесь она раздвинута на два метра. То есть это максимальная длина. Полноценный взрослый человек может спать. У меня рост метр семьдесят. Я часто укладываю младшую. Мы с ней вдвоем ложимся. Не раздвинутый на два метра. Матрас на метр шестьдесят раздвинутым. Когда раздвигаете на два метра, у вас добавляется еще третий кусок матраса. И получается, что у вас с двух сторон вот такие вот матрасики. Просто рекомендую, натяжную. Объясню, почему. Если матрас берете, который не скрепляется между собой липучкой, его обязательно нужно будет стянуть простыню. Иначе у вас будет все время все это прыгать. Просто не восемьдесят на два в Икеа есть. Это серия 2. По четыреста пятьдесят рублей. Других, в принципе, не встречала. Ну, либо, как обычно, шьем самостоятельно. Так, нюансы. Кровать железная. И как бы тепло у вас не было в помещении, все равно вы соприкасаетесь с прохладными деталями. Учитывайте этот момент. Но, как бы, мне вот не доставляет неудобств. Нет такого, что от этого некомфортно. Детям тоже. Но если вы такие вот, например, вот есть детки, которые не могут терпеть до чего-то холодного такого, у вас нет отрагиваться. Этот момент учтите. Раньше, по крайней мере, у нас такая кроватка. Здесь были такие вот загогулинки. У нас старшие очень длинные волосы постоянно попадают. Здесь такого нет. Здесь сейчас сделали такое вот, как облачко. В эти полоски уже у вас ничего не попадет. Если вы перфекционист, то вот эти места сварки вас могут не устроить. То есть видно, да, что здесь и выступы есть. Это железо, ребят, по-другому его просто не сделать. Она представлена тоже в двух цветах. Черная и белая. Кстати, черную мину очень часто берут мальчикам. Пойдем покажем черную. У нас черная кроватка. Она разложена на метр шестьдесят. То есть вот фактически метр шестьдесят. И вот мой рост. Я умещаюсь на этой кровати. Единственное, что либо ножки калачиком, либо вот сюда в дырочке. Высота у всех кроватей одинаковая. То есть под любую кровать можно поставить кроватный ящик, сэкономив пространство для хранения. Кроватка хорошая. Она самая низкая по цене в сегменте раздвижных кроватей. Но есть и минусы. Вот, допустим, из нашего опыта, наших клиентов, у двух клиентов кровать начала скрипеть. Но вопрос решили, о чем я рассказывала вам в одном из обзоров. Прокладывайте оконный уплотнитель по всему периметру кровати, где соприкасается речное дно с железом. Этот нюанс уходит. Царапается легко, ребят. Если вы неаккуратно собираете, перевозите, и оцарапали ее, ну проблемно закрасить. Мы оцарапали свою кровать при перевозке. Я закрасила, но все равно след остался. Она порошковым покрытием покрыта. Покрытие довольно-таки плотное, но при механическом повреждении, вот как здесь, например, есть, видно, она повреждается. И еще такой момент учтите. Если у цельных кроватей, у сумбика и лексика, у вас задняя стенка и передняя цельные, здесь у вас решетки. То есть ребенок может застрять руками, ногами. Слава богу, ширина прутьев, так как должна по безопасности детской, идти 6 сантиметров. То есть кроме руки-ноги сюда ничего не застрянет. Голова сюда уже не застрянет. Так, и у нас последняя кровать осталась из этого сегмента. Кровать в бусунге. Давай ее покажем полностью. На данный момент кровать стоит 14 тысяч. Я считаю, что все-таки это дороговато. Ценник, да, она красивая, у нее очень высокое изголовье. То есть здесь можно сделать дополнительно светильник, либо повесить вот таким образом какой-то листочек или полок. Он будет более высоко висеть. Ну, пойдем покажем состав. Вот из чего сделана кроватка. То есть вот эта часть, это сама кровать. Дальше это уже речное дно, бортики и про матрас информация. Кровать тоже раздвигается до 2 метров. Речное дно в комплекте уже идет. Есть еще дополнительный цвет розовый. Я не могу сказать ни минусов, ни плюсов данной кровати. По той простой причине у нас за все 8, почти 9 лет работы заказывали ее всего 2 раза. Мы обзванивали клиентов, они сказали, что у нас все в порядке, нормально все эксплуатируется. Но она стильная, но дорогая все-таки. Я считаю, что где-то в районе 10 тысяч за нее было бы оптимально цены. То есть все-таки завышена. Если вы давно хотите эту кровать, ну, не помню, чтобы она была в распродаже. Мне кажется, все время один раз был шкаф, комод, кровать не попадала даже в распродажу. Она другая немного по конфигурации. Она пониже. Ну, в каком плане? То есть само спальное место так же. Ну, вот разгон под кроватью у нее ниже. У нее более высокий бортик, но только... То есть бортик, как таковое, возле изголовья. То есть в изножии бортика нет. Поэтому, если ребенок будет спать сюда головой, то есть риск, что все-таки он вместе с подушкой свалится. Ну, в принципе, наверное, по ней и все. Минусов мы по ней не нашли, кроме цены. Ну что, друзья мои, обзор получился не такой большой. Выжимку мы вам сделали, кроватки показали. Ждем ваши комментарии, что бы вы хотели увидеть в следующий раз, какие темы подготовить к прямому эфиру. Ждем обратной связи. Всем спасибо. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok